привет привет приветствую вас на своем канале будем мы сегодня с вами вязать такую модель это модель укороченными рядами это для тех собачек у кого большая грудка да ну вот здесь большая грудь таксы еще какие-нибудь большие собаки с большой грудкой поэтому такая модель вы можете попробовать для маленькой собаки тоже подходит может быть вам больше понравится такая модель да здесь я связала один рукав показать вам как устроена вообще это конструкция да скажем здесь мы связали с вами резинку я вам показывала в предыдущих видео ссылку я обязательно оставлю на это видео как сделать такое начало как начать до такой фабричный край как сделать ложную китлевку эти все ссылки и вот здесь наверху будут ссылки и в описании кто здесь никому здесь неудобно наверху на видео в описании обязательно будут все ссылки заходите читайте всегда ссылки оставляю вот теперь что касается материалов да я буду вязать на пяти спицах что нам еще понадобится но естественно пряжа вот этот свитер я вязала из акрил хлопок вот такая пряжа это сейчас вам покажу турецкая пряжа 50 хлопка 50 ну почти 50 до акрила кому интересно но 160 метров и в 50 граммах но сегодня мы будем вязать а у меня остатки пряжи специально светлый чтобы было видно на камеру это alize fine называется вот в описании тоже все пропишу кому интересно метраж и все остальное да что касается значит что нам еще понадобится нам понадобится два маркера естественно карандаш крючок любой какой вам удобно пусть будет под рукой ножницы и иголки как всегда все должно это быть под рукой но концепция этого свитера это будет как боди почему боди потому что у меня есть юбка такая юбочка и под нее вот видите такой же пряжи будет у меня боди то есть свитер будет короткий такой вот так что если все вас устраивает давайте приступим мы к нашим меркам и расчетам и так что нам понадобится да для наших расчетов нам естественно понадобятся мерки это обхват шеи здесь пишем у меня 24 сантиметра обхват груди у меня это 34 сантиметра тогда потом как всегда ширина грудки это расстояние между передними лапами ширина грудки у меня составляет 6 сантиметров я взяла немного с запасом чтобы было посвободнее потому что собака двигается поэтому пусть будет запасом и высота грудки она составляет тоже 6 сантиметров вот основные как бы величины которые нам на данном моменте сейчас понадобятся естественно как бы если вы вяжете на заказ не на свою собаку то чтобы 10 раз не тревожить заказчика естественно вы спрашиваете все мерки сразу то есть определяете мальчика то или девочка то есть вот это вода расстояние x как я его называю до причинного места тоже сюда записывайте потом записывайте ширину шага обязательно это от передней лапы до задней лапы до паха то есть да какой длины по пусику вам нужно вязать будет свитер ширина шага и сама длина изделия вам понадобится длина в моем случае эти мерки не так важны потому что еще раз говорю я буду вязать такую короткое боди и так приступим я уже сделала мерки ой то есть расчеты вот здесь вот да я вам поставлю вот так вы можете нажать на паузу и сделать скриншот себе запечатлеть если у вас размеры такие же как я буду вязать на свою собаку по ходу вязания по ходу процесса я буду объяснять ну то есть переводить с китайской вот этой вот грамоты на нормальный понятный язык вот я не буду показывать вам расчеты потому что это долго и нутно я в процессе вязания буду вам объяснять каждая мерка на какое место на какой этап влияет но для того чтобы все-таки начать вязание естественно нам нужно связать образец любой образец ну то есть не как любой с этой пряжи до которую вы будете вязать связать образец обычно я вижу из 20 петель и 10 рядов замеряю его и вычисляю сколько у меня петель и сколько рядов в одном сантиметре опять-таки же чтобы не тратить на это время у меня есть видео отдельное по расчетам тоже будет в описании там подробно рассказано как сделать вычислить как плотность вязания у меня плотности вязания составляет ой плотность вязания у меня я всегда пишу вот так вот в одном сантиметре у меня получилось две целых три десятых петли и 2 целых восемьдесят шесть рядов может быть кому-то это такая точность может быть прямо вот до сотых не нужно вы смотрите решайте сами значит дальше до приступаем обхват шеи наш откуда мы начинаем нашу горловину как мы рассчитываем мы умножаем на наши петли то есть умножить на 2 и 3 у нас с вами получается 56 петель пока достаточно да мы набираем 56 петель кто хочет таким способом опять таки же до посылки провязывают нужную высоту горловины и приступаем мы с вами дальше здесь мы будем с вами вязать укороченные ряды то есть что это как бы немножко так вам вкратце расскажу мы с вами сделаем следующим образом мы свяжем вот здесь вот четыре ряда раз два три четыре сделаем прибавки то есть выделим с вами мы две регланной линии линии реглана будет это выглядеть вот так вот видите вот они 2 изнаночные которые будут нам обозначать две линии реглана по ним мы сделаем прибавки и тем самым мы будем вязать вот так то есть укороченными рядами мы будем разворачивать наше вязание таким образом ведь у нас это место будет оставляться на месте то есть это расстояние а вязание сама будет разворачиваться то есть это прямо грудка да а горловину мы будем выворачивать то есть поднимать ее в сторону наверх вот здесь вырезана тоже укороченными рядами как видите ничего не видно все ровно постараюсь вам подробно все это объяснить чтобы было все аккуратно точно так же и чтобы у вас все получилось тоже вот смотрите сейчас я убираю этот листочек с этим мы разобрались все понятно нам вы можете сразу здесь произвести как бы расчет чтобы не возвращаться до к этому то здесь на петли умножить ширину груди тоже нужно умножить на петли а высоту груди нам нужно умножить естественно у нас здесь уже будут ряды нам нужно может на ряды сделать эти математические вычисления у меня естественно они уже сделаны и еще нам понадобится здесь один размер это наш обхват лапы то есть не половина а полностью обхват я напишу вот здесь наверху обхват лапы у моей собаки это составляет 12 сантиметров но вы знаете как бы 12 это с прибавками чтобы рукавчик был свободным чтобы лапы там не застревали потому что одеваемся как всегда быстро и чтобы нам ничего не мешало вот пока мы просто запишем потом мы им воспользуемся этим размером ведь им здесь мы будем вязать с прибавками с обоих сторон по линии реглана а остальное вот это вот мы будем вязать с вами прямо ряды грудку вот поэтому нам сразу нужно выйти на ширину нашей грудки за минимальное количество рядов за минимальное количество прибавок выйти на ширину грудки поэтому нам нужно сразу взять расстояние между реглах линии реглана с этим учетом вот и здесь у нас будто так рукава расходиться с вами вот так стороны здесь уже будет рукав ну пока может быть это страшно и непонятно кто-то посмотрит видео скажет ой так сложно я не хочу вязать но я вам рекомендую как бы посмотреть видео до конца и связать вместе со мной и вы поймете что ничего сложного конечно же в этом нет убираю я листок вот мои расчеты еще раз покажу это вид сверху как я вам и говорила наша горловина шея вот 56 петель обхват шеи связанная наша резинка тут я обозначила наши спицы половина да вот так 56 хорошо делится на 4 получается на каждой спице по 14 петель будем исходить из этого кто вяжет на других спицах на кольцевых например с леской тут естественно все это делить на 2 и уже следит самостоятельно как же это все дальше будет у нас вами происходить и так один ряд сейчас с вами провяжем вот наш начало ряда что указывает вот этот хвостик но мы сейчас с вами переместимся если раньше мы вязали и начало ряда мы здесь у нас была грудь собаки а на этих спицах спина то сейчас в данном случае у нас будет наоборот здесь у нас с будет в начале ряда спина а грудь будет вот здесь мы сейчас с вами провяжем установочный ряд как я его называю то есть мы заложим с вами начало вязания и заложим наши линии реглана для этого нам нужно провязать двадцать три петли я буду вязать просто пока без рисунка лицевой гладью то есть 7 петли лицевые 23 петли потом делаю одну изнаночную 4 петли грудка 4 петли 2 грудка и еще 23 петли пожалуйста давайте думаю что здесь ничего сложного нету вяжем 23 петли и в на этом месте мы сами встречаемся 23 петли я провязала то есть 14 на этой спице 1 2 3 4 9 на этой спице осталось 5 петель 1 мы делаем изнаночную и 4 петли провязываем это перед наш с этой стороны мы поступаем точно так же но зеркальным отражение то есть сначала мы вяжем 4 петли вот они 4 петли делаем изнаночную петлю и 23 петли 4 петли провязали изнаночную петлю и 23 петли до конца лицевыми довязала я до конца ряда теперь мы с вами вяжем первый ряд первый ряд обратите внимание мы с вами провязываем как бы вот отсюда сначала вяжем весь ряд делаем прибавки с обоих сторон регланной линии 2 реглан линии делаем прибавки и вяжем до конца то есть мы будем отсчитывать от 2 регланной линии 18 петель кому так удобно кому так неудобно не довязываем до конца ряда 6 петель давайте сейчас мы с вами вяжем до регланной линии может быть кому то неудобно вы можете повесить сюда маркер чтобы обозначить свою регланную линию может быть кто-то лицевые как-то вяжет по-другому и у вас лицевые изнаночные смотрят в одну сторону может быть кто-то изнаночной вяжет по-другому вы обозначите себе регланную линию маркера у меня она смотрит в другую сторону как видите петля поэтому я об нее всегда довязываю она у меня ее видно теперь мы с вами вот здесь сейчас в этом месте нам нужно сделать прибавки перед линии реглана и после линии реглана я буду это делать из протяжек поднимаю протяжку и одеваю то есть я подхватываю протяжку сзади вязание и одеваю на спицу провязываю ее скрещенной лицевой за заднюю стенку вот что получается провязываю изнаночную то есть линию реглана и после нее тоже из протяжки но поддеваю протяжку спереди одеваю на спицу провязываю тоже скрещенной лицевой но уже за переднюю стенку это немножко посложнее вот так вот у нас должно вот так это выглядеть если вы новичок и вам тяжело делайте как вам удобно но так будет просто как бы аккуратно и красиво но это мой способ можете воспользоваться своим дальше мы провязываем петли переда и до следующей линии реглана вот опять у нас изнаночная петля проделываем то же самое перед линии реглана мы за заднюю стенку поднимаем протяжку одеваем на спицу и лицевую петлю скрещенной за заднюю стенку провязываем линию реглана изнаночной после линии реглана мы за спереди поднимаем протяжку одеваем на спицу тоже скрещенной лицевой петлей но за переднюю стенку все дальше мы с вами вяжем 18 петель у меня уже все посчитано но 18 петель вот с этой петлей которую мы прибавили можете просчитывать можете считать по-другому можете просто с конца спицы не довязать 6 петель я провязала 18 петель у нас с вами все отсчеты будут вот это пополам сложу все отсчеты будут идти от линии реглана в эту сторону и вот здесь конец дал так две спицы у нас пополам и с этой стороны точно также от этой линии реглана мы будем считать и вот до конца то есть мы сейчас с вами переходим на поворотные ряды вот не довязали мы 6 петель вот мой хвостик это конец ряда 6 петель мы не довязали если мы с вами вяжем лицевой ряд то каким образом мы будем цепляться чтобы у нас не было всяких там бугорков и неровностей дырочек всяких смотрите лицевой ряд мы с конца то есть сзади рабочую нитку перекидываем на левую сюда вперед к нам одеваем возвращаем обратно петлю у нас здесь раз смотрите раз два три 4 5 6 петель вот наша рабочая нитка поворачиваемся вязание поворачиваем видите вот она нитка у нас вот она выходит откуда мы ее перекидываем и вяжем обратно изнаночными петлями все точно также смотрите до конца ряда теперь мы провяжем изнаночными петлями все без изменений без прибавок из ничего вот до этой последней точно также не довязывая 6 петель до конца ряда вот он хвостик хотите вот так вот сделайте когда упрётесь в этот хвостик будете знать что она этой спицы не нужно довязывать 6 петель вяжем изнаночными любым способом каким вам удобно бабушкиным или классическим это не играет никакой роли сейчас у нас не стоит такая задача по вывязыванию петель довязала я до регланной линии до линии реглана она у нас с изнаночной стороны естественно на нас лицевая я провязываю лицевую потом дальше у нас будут изнаночные петли нашего переда на этой спице у нас их уже после прибавки стало 5 пересекла я середину сейчас точно так же вторую половинку переда 5 петель одну мы прибавили сделали прибавку у нас их стало 5 вот наша линия реглана лицевая петля и от нее теперь в эту сторону видите от нее сюда мы провязываем 18 петель или же 6 мы не довязываем вы можете и так просчитывать и так себя как бы контролировать поэтому 18 петель изнаночных провязываем провязали мы 18 петель от линии реглана 6 петель мы не довязали теперь точно так же нам нужно перейти на лицевую сторону поэтому мы с левой спицы изнаночную снимаем нить перед работой убираем ее назад рабочую нитку и возвращаем петлю на место мы развернулись таким образом вот посмотрите как это обстоит дело все нитку перекидываем и переворачиваемся на лицо дальше мы вяжем с вами до регланной линии до 1 до до линии реглана здесь мы можем не считать сколько петель нам нужно довязать до линии реглана но их будет естественно 18 можете рассчитывать вяжем до первой нашей линии реглана провязали 18 петель дошли до линии реглана и опять делаем наши прибавки то есть перед делаем захватываем задние стороны перекрещены лицевую за заднюю стенку провязываем изнаночную линию реглана здесь мы поднимаем спереди протяжку и за переднюю стенку скрещены лицевую так у нас уже выглядит это провязываем до следующий регланной линии и так довязали мы до 2 линии реглана сейчас нам нужно сделать прибавку за заднюю стенку надеваем на спицу и и провязываем лицевую скрещенную за заднюю стенку провязываем изнаночную это регланная линия и после изнаночной спереди мы поддеваем протяжку одеваем на спицу и за переднюю стенку скрещены лицевую теперь нам с вами нужно провязать 13 петель так 13 петель то есть мы не довязываем уже 12 в этом ряду эту которую мы сейчас прибавили петлю мы ее тоже считаем тоже рассчитываем провязали мы 13 петель не довязали 12 вот первый наш переход был еще 6 мы не довязали и поворачиваемся перекладываем с левой спицы на правую петлю переводим рабочую нить вперед возвращаем петлю назад поворачиваемся и продолжаем вязание в изнаночном ряду точно также вот первая линия реглана вот вторая линия реглана здесь мы точно также провязываем от 2 линии реглана 13 петель от 2 линии реглана по изнаночной стороне мы провязали 13 петель здесь точно также у нас до конца ряда мы не довязали 12 петель то есть первый раз 6 и второй раз 6 точно также нить перед работой у нас снимаем с левой спицы петлю переводим рабочую нить назад и возвращаем петлю на левую спицу поворачиваемся теперь в лицевом ряду мы с вами вяжем до регланной линии и делаем прибавки еще раз потом провязываем грудку делаем прибавки на второй регланной линии и встречаемся с вами провязали мы линии реглана сделали еще ряд с прибавками это у нас уже третий ряд с прибавками прибавки мы делаем только в лицевых рядах теперь мы считаем вот эту которую петлю прибавили и мы уже с вами провязываем 8 лицевых петель не довязываем мы уже с вами 18 и разворачиваемся на другую сторону провязала я 8 лицевых петель проверяйте себя не довязала здесь до конца ряда 18 теперь мы разворачиваемся на другую сторону снимаем петлю выводим рабочую нить и возвращаем петлю разворачиваемся все дальше у нас все похоже на нам нужно сделать еще одну прибавку мы точно также с вами сейчас вяжем изнаночный ряд и провязываем без изменений здесь мы в изнаночном ряду прибавки никакие не делаем одну регланную линию вторую и после 2 регланной линии провязываем 8 изнаночных петель и встречаемся с вами 8 петель я провязала от 2 регланной линии в изнаночном ряду переходим мы переносим петлю проводим рабочую нить назад и переворачиваемся на лицевую сторону последний нам нужно сделать укороченный ряд сейчас мы с вами точно так же все вот 8 вяжем сюда переходим и здесь мы не довязываем в точнее наоборот провязываем 3 петли они довязываем мы с вами получается 24 если кто-то считает таким образом то есть после 2 регланной линии вот здесь да вот первая линия реглана вторая линия реглана нам нужно провязать 3 петли это вместе с прибавкой развернуться провязать обратно в изнаночном ряду тоже самое проделать и я хочу чтобы вы это проделали самостоятельно то есть закрепили как бы да и мы с вами уже на этом этапе встретимся я вам покажу что у меня получилось вы себя проверить также у вас получилось или нет и так посмотрите что у нас с вами получилось вот наши 4 до 1 2 3 4 это будет 4 зацепка вот рекламы линия реглана 1 вот линия реглана 2 прибавились у нас петли здесь спереди вот тут на грудке как я вам и говорила да вот помните мы сами сделали здесь прибавки с этой стороны по 4 прибавки связали укороченные ряды но это как бы не все да теперь смотрите какой размер на что у нас влияет дальше грудку вот эту грудку мы с вами трогать уже не будем вот эту часть и мы трогать с вами не будем но и все вот эти три части у нас вязание сейчас сами поделятся на три части это будет один бог сейчас я возьму вот смотрите то есть мы с вами вот этот клин сейчас вы вяжем отдельно потом с другой стороны этот же клин вот этот клин вот рукав ну то есть высоту рукава сами выдержим этот клин опять укороченными рядами а потом отдельно вот неизменно наши петли которые мы прибавили с вами у нас их получилось 16 мы их вывяжем тоже отдельно потом мы соединимся и продолжим наше вязание предлагаю вам сейчас внимательно все просмотреть и просчитать что у нас с вами получилось смотрите у нас с одной стороны получилось до регланной линии 27 петель потом идет река линия реглана потом идет на гор на груди 16 петель опять идет линия реглана 2 из другого бока у нас также 27 петель вот мы с вами что имеем сейчас будем уже продолжать с вами дальше в конце этой части видео хочу вам вкратце и быстренько рассказать почему все таки мы сделали с вами по 4 прибавки почему именно такое количество рядов мы с вами провязали посмотрите мы с вами брали размер высоту грудки она у нас составила 16 рядов поэтому половину от этих от этих 16 рядов мы берем вверх это вот эту часть вот эту часть да а остальное мы будем довязывать уже все по отдельности остальную высоту вот поэтому вы когда будете рассчитывать для своей собаки точно также берите половину от высоты своей грудки вяжите половину с прибавками а вторую половину уже по отдельности что касается ширины грудки ширина грудки у нас у меня было 6 сантиметров а это 14 петель у нас с получилось мы вышли на 16 петель потом в дальнейшем когда мы будем вывязывать вот эту грудку отдельно отсюда по одной петли они уйдут когда мы будем вывязывать рукав мы будем цепляться за эти петли и чтобы как бы мы дополнительно сразу сюда закладываем эти две петли вообще получается как бы 12 но 12 это уже впритык поэтому немножко запаса мы с вами взяли учли этот нюанс тоже вот что касается опять-таки же я говорю этого этапа все мы уже теперь в следующем видео перейдем с вами к второму этапу наши наших укороченных рядов укороченных рядов это будет вот этот этап высоту будем вывязывать уже и для рукава и для самой грудки